Британские ученые пугают очередной гипотезой. Говорят, если на Земле исчезнет электричество, то через год в живых останется только 20% населения планеты. Апокалипсис начнется в первые минуты. Рухнут самолеты, корабли затеряются в морях, исчезнет отопление и водоснабжение. Проверять правдивость этих страшилок на практике нам, надеюсь, не придется. Но наша зависимость от электричества – факт доказанный. И в этом выпуске мы узнаем об этом явлении чуть больше, чем «не влезай, убьет». Вставить шнур, нажать на кнопку. Приятного аппетита. Электричество, которое люди потребляют в мегаполисах, генерируют на ГЭС, гидроэлектростанциях. Кстати, это один из самых эффективных способов получения энергии. Атомных электростанциях и теплоэлектроцентралях. Последнее, конечно, не столь производительно. Зато случай здесь авария, она не приведет к глобальным последствиям и экологической катастрофе. К тому же ТЭЦ можно возводить практически в любой местности, да и электричество там вырабатывают без сезонных колебаний. На этой станции энергию получают в процессе сжигания угля. Черное топливо привозят сюда целыми железнодорожными составами. Уголь дробят и отправляют в печь. Котел окутан трубами, словно паутиной. Внутри него – вода. Она закипает, когда сжигают уголь. Образовавшийся от пара отправляют к турбоагрегатам. Он толкает лопатки ротора турбины и приводит в движение генератор. И вот появляется электричество. Тем временем дым, образовавшийся в результате горения угля, проходит очистку и уже не опасный для атмосферы и здоровья человека, вылетает в трубу, высота которой почти 100 метров. Ее-то и видно на панорамных снимках города. Еще в 17 веке английский ученый Уильям Гилберт определил, что электричество – это направленное движение заряженных частиц. Прошло 4 века, а мы до сих пор так и не увидели это явление. Только последствия. Зато научились вырабатывать – из апельсинов, янтаря и с помощью магнитов. В начале 19 века, когда в городах появилось электричество, специалисты столкнулись с проблемой. Постоянный ток нельзя передать на большие расстояния без потерь в напряжении. Да и провода порядком грелись. Тогда Никола Тесла предложил использовать ток переменной, генерировать киловольты, а потом понижать напряжение в тысячу раз. В данном случае 110 киловольт. Для того, чтобы передать электрическую энергию потребителю, ее необходимо понизить до уровня 10 киловольт, а дальше уже непосредственно на трансформаторах подстанции потребителей она понижается до привычных нам там – 380-220 вольт. Основными требованиями, предъявляемыми к распределительным сетям, являются надежность и качество. Для поддержания этих параметров необходимо постоянное техническое обслуживание и ремонт, а также своевременная их реконструкция. Чтобы электричество попало в каждый дом, по всей Умской области протянули более 40 тысяч километров линии электропередач. Их общей длины хватило бы, чтобы обогнуть землю по экватору. Когда лето, здесь все цветет, и у нас практически весь огород, он засажен. Чтобы не бегать постоянно ни шланги, ни вот это вот, ну там, не бегать к одной грядке, от одной грядки к другой, у нас стоит три разбрызгивателя. Они стоят по периметру и охватывают всю площадь вот нашего огорода. Нажми на кнопку – получишь результат. Системой «Умный дом» сегодня, кажется, никого не удивишь. Полив, кондиционирование, охрана, отопление – все бытовые аспекты жизни становятся автоматизированными. Мне не надо бежать сюда, вот в котельную, чтобы включить, сделать дом потеплее или, наоборот, ослабить батарею. Я это все могу сделать либо вот с приложения, либо могу непосредственно подойти и покрутить, как мне надо. Электрическая система еще и экономит семейный бюджет, сама обнаружит, что домочадцы уехали и убавит отопление. Вернувшихся хозяев встретят тепло, предварительно нагреет помещение. «Умный дом», кажется, отлично функционирует без людей, но пропади электричество и технологии станут бесполезны. По проводам, словно кровь по венам, электроэнергия наполняет город жизнью, обеспечивая пульс. И если кто-то счел это сравнение метафорой, напоминающее нам о тепле, веселье и комфорте, то он, к своему счастью, не бывал в месте, где фраза «электричество – это жизнь» – не преувеличение, где сбоев быть не должно. Пациенты в этой палате в прямом смысле подключены к розетке. Они не могут самостоятельно дышать, из-за них это делает машина – аппарат искусственной вентиляции легких. «Подача кислорода сжатого идет через магистраль. Встроенный компрессор формирует параметры дыхания для конкретного пациента от состояния легочной ткани, от состояния заболевания, тяжести, состояния и так далее». Эта установка сама рассчитывает объем легких пациента и по трубкам наполняет в них воздух. Выдыхает человек сам, грудная клетка опускается под собственным весом. «Часть оперативных вмешательств, в том числе и анестезиологических пособий, производится при выключенном дыхании. Это нужно для того, чтобы при крупных операциях выключить мускулатуру пациента для удобства работы хирургов. Как только уровень сознания и дыхания становятся адекватными, пациенты начинают самостоятельно дышать». Согласно нормативным документам Министерства энергетики России, реанимационные отделения, госпитали и родильные дома, потребители электроэнергии первой категории. Это значит, что медцентры как объекты жизнеобеспечения подключают к двум независимым источникам. Но в крайнем случае, если предположить, что оба источника одновременно выйдут из строя, аппаратура продолжит работу. На батарейках. Не пальчиковых, конечно, а на вот таких аккумуляторах, мощности которых хватит на какое-то время. А потом специалисты подключат дизельный генератор. Так, в автономном режиме больница, где оказывают неотложную помощь, может проработать и день, и два, и даже месяц. Кстати, миллионы электрических микроразрядов появляются и рассеиваются в каждом из нас ежесекундно. Увидеть их мы не можем, а вот почувствовать. Еще одним очень важным разделом в медицинском электричестве является электричество, которое течет по нервам. Вот садитесь. А точно ничего не будет больно? Ну, больно не будет. Проведем эксперимент, в котором врач будет меня бить. Током. Прислонив к моей руке положительные и отрицательные электроды. Как только разряд электричества попадает в нервные волокна, кисть рефлекторно сжимается. И каждый раз, когда мы шевелим пальцем, это происходит в результате подобных импульсов. Только их телу посылает не медицинский аппарат, а наш мозг. И вот если бы у нас была вместо электрода иголочка, и мы бы ее вот сюда... А, мы бы только... Мы бы получили точно такое же сокращение, ввели лекарство, и рука полностью бы онемела. И это онемение... И вместе с этим онемением можно делать операцию, любую, на руке. И анестезия потом еще будет сохраняться несколько десятков часов. Микроразряды проходят не только по нервным окончаниям. Этот звук кардиографа в операционной отголосок электричества в нашем сердце. В организме человека есть калий, магний, натрий и еще множество микроэлементов. Они взаимодействуют друг с другом, когда мышцы сокращаются, на поверхности органа появляются электрические импульсы. Их фиксирует прибор. А раз так, сердце – это тоже своеобразный подпитывающий агрегат. Значит ли это, что его можно перезагрузить? Остановка сердца. Готовьте дефибриллятор. Выставляй на 200. Руки. Разряд. Пульс появился. Ровная линия на экране и молниеносная реанимация. Оказывается, в кино нас так часто обманывали. Когда сердце недвижно, его, увы, уже не запустить. Дефибриллятор может помочь лишь во время фибрилляции, то есть беспорядочного сокращения сердечной мышцы. Удар электрическим разрядом в нужный момент перезагружает человеческий мотор. Бывали случаи, когда мы оживляли человека после 40-50-минутной реанимации. То есть жизнедеятельность поддерживалась искусственно, а затем сердце начинало сокращаться в нормальном режиме. Еще с 18 века врачи пытались оживить человека ударом тока. Но только к 20-му удалось создать аппарат, работающий практически без осечек. Правда, сначала весил он почти 17 килограммов. Современные дефибрилляторы умещаются в руке. Есть виды дефибрилляторов автоматические, которые не требуют медицинского образования. Здесь он приклеивается. Также по картинке приклеивается в это место. Обзвините второй электрод и поместите на нижнюю часть грудной клетки, как показано на схеме. Не прикасайтесь к пациенту. Идет анализ ритма. Когда заморгала эта красная кнопка, мы должны ее нажать. Нажмите мигающую кнопку, чтобы произвести электрошок. Нажмите. И можно касаться пациента. В этот момент происходит разряд. Реанимация прошла успешно. Пациент, а по совместительству манекен Анна, скорее жив, чем мертв. А вот миф о том, что в экстренном случае дефибриллятор можно заменить электрошокером, не выдерживает критики. Кроме поражения кожи и травматического шока, ничего не произойдет. И это в лучшем случае. Сотрудники Всероссийской службы медицины катастроф МЧС предостерегают всех обладателей этого спецсредства. Электрошокер парализует часть нервной системы жертвы. А если у пострадавшего есть серьезные неврологические заболевания, то удар и вовсе может стать смертельным. Вреда не доставит, только пользу. В конце 18 века французский физиолог понял, если уменьшить силу тока в десятки раз, микроскопические разряды не покалечат, а поправят здоровье. Кожу сделают менее жирной, уберут воспаление на лице, устранят тяжесть в ногах. Так изобрели Дарсонваль и применяют его по сей день. Я вот тока боюсь. Даже лампочки дома меняю только в резиновых перчатках. Но это сомнительная защита, сказали профессионалы. В составе могут оказаться примеси, которые проводят электричество. А под напряжением можно работать только вот в таких латексных перчатках, прошедших испытания в лаборатории. Вот видите здесь печати. Вот в таких только и работают электрики. Если случится что-то серьезное, лучше им и позвонить. Нет! Нет! Нет!